Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 4 февраля, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из Первого Соборного Послания апостола Петра, глава 3, стихи с 10 по 22. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их, на лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, и страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога, светите в сердцах ваших! Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отсчета, в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению водниное, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещания Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает, одесну и Бога, и которому покорились ангелы и власти, и силы». Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение первого соборного послания апостола Петра. Мы говорили уже с вами о том, что апостол Павел — это тот, кто проповедует язычникам. На Иерусалимском соборе, перечитайте книгу «Деяния апостольских», было решено, что апостол Павел, коль скоро Дух Святой так ему благоволит и его наставляет, тем более, что Дух Святой открыл то, что нужно идти к язычникам и апостолу Петру. Они решили, апостолы решили на соборе, что апостол Павел должен идти к язычникам. В принципе, это то, что хотел и Господь Иисус Христос. Мы это читаем в книге «Деяний апостольских» и, например, в книге «Евангелие от Матфея» в конце. А Христос говорит «Идите и учите все народы, крестья их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Все народы, а не только иудейские. И апостол же Петр, апостол Иаков, другие апостолы, они в основном концентрируют свою апостольскую проповедь на иудео-христианах. И поэтому их послания, они больше укоренены ветхозаветной традицией и изобилуют большим количеством ссылок на ветхий завет, на псалмы, на ветхозаветные образы, больше изобилуют, чем послания апостола Павла, например. Хотя и там довольно-таки много примеров. Вспомним послания к евреям, вспомним послания к галатам, к римлянам. Довольно-таки много отсылок к, в частности, к ветхозаветному працу, патриарху Аврааму. Но это особенности богословия Павла. Здесь же мы видим, что перед нами очень вольный пересказ 33-го псалма. «Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых дней. Удержи язык твой от зла». И, например, это цитата из 33-го псалма. «И уста твоя, я же не глаголу тельсти» по-славянски. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мир и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их». Это тоже перефраз 33-го псалма. Вообще, просто откройте 33-й псалом и сравните его с 3-й главой, с 10-го по 14-й стих. И вы увидите вот ту основу, которая легла в этот текст, вот в этот отрывок с 10-го по 14-й стих. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, и страха их не бойтесь и не смущайтесь». Итак, очень важная фраза здесь звучит о том, что мы должны, обязаны делать добро, и за добро люди будут отплатить вам той же монетой. Но даже если вы не будете получать добро, за это добро, то за те страдания, которые будут вам, скажем так, отсвечивать от этих злых людей, те страдания будут делать вас блаженными. Блаженнее плачущие, ибо те утешатся, икоти утешатся. Блаженнее, если игда поносят вы, и жену трекутся к зол глагол на вылжущий минираде. Радуйтесь и веселитесь, и окомзда ваша велика. Все помнят эти слова Евангелия от Матфея на горной проповеди Спасителя и часть Божественной Литургии, это Третий Антифон. В чем важность этих слов для нас сегодня? В том, что христианство не обещает безбедной, нескорбной жизни. И скорее наоборот, в сегодняшнем мире довольно-таки сложно следовать путем Христовым. Он становится еще уже, чем он был раньше. Сейчас мы видим тотальный отход от традиционных ценностей, и поэтому быть христианином становится все сложнее и сложнее. Поэтому христианин – это не тот, у кого нет скорбей. И если у меня в жизни скорби, это не значит, что я плохой христианин. Нет, христианин – это тот, кто откликается по-христиански на эти скорби. «Господа Бога, светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашему упованию дать ответ скротостью и благоговением». Эти слова апостола Петра ставят нас в очень трудную позицию, потому что эти слова требуют от нас знать то, во что мы верим, знать Священное Писание, историю Церкви, разбираться в богослужении и этике Нового Завета, этике Церкви. Мы не можем просто отмахнуться и просто так ходить в Церковь, потому что мне там нравится. Иначе мы не будем светить в сердцах наших Господа, мы не будем совершены, как совершенен Отец наш Небесный, то есть мы будем тем зерном, которое упало в каменистую почву и не дало ростков, ну, дало корня, но они погибли и не за чем захватиться из притчи о Царстве. Помните Евангелие от Матфея. Поэтому эти слова требуют от нас знания своей веры, потому что мы, будьте всегда готовы, мы должны быть всегда готовы всякому требующему у вас отсчета в вашем уповании, то есть в вашей вере, дать ответ скротостью и благоговением. Не наброситься с Него кулаками, не отмахнуться от Него благочестиво, не уходить от спора, а научиться аргументировать свою позицию перед человеком, который либо искушает нас, либо искренне хочет понять христианство. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Это такой призыв к нам сегодняшним, дабы нам быть не лицемерными христианами, а истинными, и следовать за Христом. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны сообращается к нам. Всем радости, воскресшим Господи, и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»